В результате по итогам года будут достигнуты рекордные показатели по контейнерным перевозкам железнодорожным транспортом 7,5 миллионов ТЕОСов. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Была системно решена проблема очередей на пунктах пропуска. Прежде всего на границах дружественных стран. Их пропускная способность была увеличена в полтора раза. Развернута работа по модернизации автомобильных дорог в рамках международных коридоров. Завершено строительство автодорожных обходов Краснодара и Оксая. Начато строительство обходов Хасаверта. Запущен процесс модернизации инфраструктуры морских портов Новороссийск-Тамань-Туапсе и внутренних водных путей на Волге и Дону, входящих в международные транспортные коридоры. На южном направлении завершены домогубительные работы на Волокаспийском судоходном канале и в морском порту Махичкала. Это позволяет эксплуатировать в данном бассейне суда с осадкой до 4 метров. Запущен регулярный железнодорожный сервис по восточному маршруту коридора Север-Юг через Казахстан, Туркменистан, Иран. Стоит отметить, что все намеченные планы сегодня в целом реализуются. Рассчитываем, что к 2030 году сможем выйти на объем грузоперевозок по данным транспортным коридорам в почти 670 миллионов тонн в год, что в полтора раза выше уровня 2021 года. Пятое направление – это формирование новой платежной инфраструктуры. Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников стимулировали ускоренный переход на внешнеторговые расчеты в национальных валютах. В 2023 году в расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран составит 65%. Для сравнения, в 2021 году она составляла лишь 22%. Что было сделано? Во-первых, были резко расширены корреспондентские связи с зарубежными кредитными организациями. Количество российских банков, имеющих счета с дружественными странами, за последние два года увеличилось практически в два раза. А общее количество таких корреспондентских счетов за два года увеличилось почти в полтора раза и превысило 2000. Во-вторых, налажены расчеты между странами с использованием отличных АСФИФТ каналов обмена финансовой информацией.